Очередное январское заседание Брестского облсполкома в городе над Бугом прошло в понедельник. На повестке дня стоял целый ряд важных и актуальных для области вопросов, в числе которых социально-экономическое развитие Берестейского края за прошлый год и прогнозные показатели на 2014. В ходе своего доклада о том, как сработала экономика края в 2013 году, первый заместитель председателя облсполкома Михаил Юхимук подчеркнул, что в целом показатели Брещен выше среднереспубликанских, но гораздо ниже тех, которые может дать регион с таким потенциалом. Если оценивать полученные в прошлом году результаты с экономической точки зрения, то, конечно, нельзя сбрасывать со счетом негативное влияние таких факторов, как ухудшение внешней экономической конъюнктуры, рост цен на сырье и материалы, сложные погодные условия, значительно осложенную работу сельского хозяйства, конечно же, ограниченность и высокая стоимость кредитных заемных ресурсов. Однако при этом нельзя сказать, что и горосполкомы, областными организациями, предприятиями были реализованы все намеченные меры и выполнены все поручения, которые давались на протяжении года на квартальных исполковых. Брещено – аграрный регион, но положение дел в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году и сформированные за дел на 2014 вызывают немалую обеспокоенность. Уровень волового регионального продукта края в 2013 году остановился на отметке 95,3% при задании 106,5%. За последние 10 лет впервые такое случилось, поэтому крайне не радует, наверное, никого из присутствующих здесь. Выполнили задания и обеспечили прирост к уровню 12 года только в Бружжанской районе при задании 106, 107. В целом по области смогли обеспечить прирост валовой продукции только 59 хозяйственных, 24% от общего количества из них, только 15 выполнили доведенные задания по темпу роста валовой продукции. Перед аграрной отраслью в 2014 стоит не самая простая задача, но ее выполнение – обязательное условие стабильного развития всей области в целом и каждого района в частности. Более детальный и предметный разговор о положении дел в сельском хозяйстве края, его проблемах и перспективах в этом году уже шел в минувшие выходные на выездном заседании области полкома в городе Лунинец. И это прямое доказательство обеспокоенности и начала большой работы. На совещании в понедельник были озвучены результаты работы и планы на будущее строительного сектора, ЖКХ, транспорта, связи и энергетики. За 2013 год строительными областями выполнены подряд их работ в объеме 10,3 триллиона рублей. Это обеспечило темп роста на уровне 0,2%, хотя задача ставилась на уровне 109. Можно говорить о разных причинах, в том числе и об индексе. При начале работы в 2013 году индекс составлял 118,4% в сопоставимых ценах. В декабре он уже вышел на 134,6. Но игра индекса не может повлиять там, где хотят и умеют работать. Особая задача перед строительной отраслью на год наступивший – окончательный ввод в эксплуатацию долгостроев и недопущение появления новых, внедрение современных методов и технологий строительства жилья, устранение имеющихся недоработок и дефектов. Этому должно поспособствовать и окончательное формирование вертикали управления строительного процесса. С подписанием января текущего года указано номер 26, окончательно сформировано вертикали управления строительного процесса. Теперь по всем объектам с участием в государственных средах заказчиками будут выступать КУКСы. КУКСы горжей сполкона станут начальными предприятиями областной организации. И возросшая роль пока строительство повлечет за собой соответствующие уровни ответственности и профессионализма. Социальная сфера – еще одно направление, которое будет подвергнуто процессу модернизации. Не самые высокие зарплаты больное место отрасли и ради их повышения в наступившем году пройдут работы по оптимизации деятельности учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также интенсификации трудокадров, занятых в этом секторе народного хозяйства. В этом 2014 году нам предстоит провести, продолжить работу и серьезные изменения внести именно в структуру сети учреждений социальной сферы. В первую очередь это касается учреждений образования, здравоохранения, культуры. И в связи с этим необходимо будет произвести целый ряд изменений в штатных расписаниях. Реформирование убыточных предприятий, максимальная оптимизация рабочих мест, создание эффективного малого и среднего бизнеса, снижение затрат на производство продукции, активное использование пустующих площадей, находящихся в государственной собственности, продолжение процесса модернизации и адресная помощь населения. То есть все то, где и как мы живем, работаем, трудимся, учим детей, укрепляем здоровье. Всему этому в наступившем году необходимо будет уделить особое внимание. Задач немало и они не самые легкие в исполнении. Впереди у края непростое время. И его преодоление требует основательного подхода и крепких, компетентных и образованных руководителей, которые способны взять на себя ответственность и работать не для галочки, а на результат. Первое, что необходимо нам делать, это в этом году максимально вести оценку нашей работы именно по экономическим показателям. То, о чем я говорил, и все время призывал в течение этого года, и в какой-то степени что-то нам удалось добиться. Но все равно наши возможности, я еще раз хочу подтвердить или подчеркнуть, не соразмерны с теми результатами, которые мы имеем. Анастасия Остробко, Виктор Халявка, Антон Луковкин. Телекомпания БУК-ТВ.